Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала, меня зовут Виталий, очередная подсылочка с Алиэкспресс, это наручные часы. Давайте сразу перейдем к распаковке, не будем тянуть время. Так, вот в таком пакетике эти часы, стиль классический, ну мне такие нравятся, тем более они на мою руку хорошо подойдут. Металлический ремешок, фирма Кюрен, кварцевые, сейчас мы снимем это, так вот так они выглядят. Идут батареи, значит, рабочие, смотрим, давайте сейчас время выставлю, сейчас 18.41. Чувствительный завод прям. Так, есть. Вот такой ремешок, крепление. Маденчина. Сделано в Китае, естественно. Давайте попробую надеть на руку, как они будут сидеть. Слышно, как тикают они. Не знаю, вам слышно, а меня вот отсюда слышно, допустим. Ну, чуть-чуть они, конечно, у меня чуть великоваты, но я думаю, здесь можно будет укоротить. Ага, здесь еще на них какая-то пленочка. Ну, думаю, вот эти звенья можно здесь рассоединить и укоротить. Это, в принципе, не проблема абсолютно. Собрался укоротить ремешок и решил снять это на видео, потому что почитал отзывы о этих часах. И некоторые люди жалуются, что слишком большой ремешок и болтаются на руке. Возможно, они не знают, что можно укорачивать или не знают просто как. И поэтому я, для тех, кто не в курсе, я покажу, как укоротить ремешок. Конечно, если они будут вам маленькие, у некоторых широкое запястье, тогда, естественно, проблему не решить. Ну и давайте сейчас попробуем укоротить. Я буду укорачивать звенья вот в этой части ремешка. Для того, чтобы укоротить, здесь нужно вытащить стержень пружины. Так, ну, я где-то потерял свое шило, поэтому я буду использовать обычный саморез. Сюда просто так нажимаем. И чтобы он не выскочил, потому что здесь пружина, надо что-то подставить. Вот, смотрите. Вот он вышел. Вот, видите? Он может отскочить и где-то затеряться, поэтому с этим нужно аккуратно быть. Так, дальше мы отсоединили застежку от ремешка. Теперь нам нужно освободить одно звено. Здесь стержни вытаскиваются только с одной стороны. Будьте внимательны. Видите, вот эта сторона как бы утоплена. А здесь заподлицо со звеном. Поэтому нужно вот эту, вот эту сторону надавить. И здесь, видите, оно вышло. Это вытаскиваем. Вот так вот он выглядит. Вот здесь, видите, когда его вставляешь обратно, оно здесь как бы расклинивается, поэтому держится хорошо. Так, одно мы звено отсоединили. Это звено не выкидываем, оно нам понадобится, потому что именно оно крепится к ремешку, к застежке. Теперь нам нужно отстегнуть звено, которое мы уберем. Здесь делается таким же макаром. Так, вот, видите, оно вылезло. Я делаю все, смотрю в камеру, поэтому я чуть-чуть торможу. Мне как бы чуть-чуть неудобно получается. Так, вот такой же самый стержень. Вытащили. Отлаживаем. Вот это звено мы можем убрать, его не выкидывать, потому что мало ли что, может, придется обратно вставить. Теперь нам нужно вот эту часть, которая крепится к ремешку, соединить с остальным ремешком. Для этого мы вот так вот прикладываем и берем стержень, которую мы вытаскивали, и вставляем его, обязательно, видите, не вот этой стороной, где расклинивается, а другой. Так, момент. Все, хорошо она вставилась, восклинилась, теперь нам это звено нужно присоединить к застежке, для этого мы берем стержень, вставляем его сюда, берем застежку и нам надо попасть вот сюда, в дырочку, есть, и загнать с этой стороны, так, вот это момент сложный, аккуратно нужно здесь, так, еще попытка, мне, конечно, глядя в камеру, это довольно неудобно делать, так, есть, все, загнала сюда, все, соединение произведено успешно, теперь пробуем надеть на руку, все, отлично, здесь небольшой запас, слабина есть, палец чуть-чуть, еле-еле пролазит, это, в принципе, это нормально, вот так вот, ребята, можно укоротить ремешок, имейте ввиду, кстати, по поводу диаметра самого этого диска, или циферблата, как можно это назвать, он составляет 4 сантиметра, поэтому учтите, что бывает, у кого запястье худое, часы бывают широкие, поэтому смотрится очень некрасиво, кстати, с момента распаковки этих часов я их выставил и, ну, сверяюсь время, они, ну, не отстают, идут точно, ну, проверял с временем на компьютере, поэтому на счет этого они работают хорошо, вот, никаких дефектов я здесь не нашел, единственное, что здесь, это вот здесь, где, сейчас покажу, вот эти звенья, ну, как бы, вот, смотрите, видите, как будто обрубаны, как будто их, не знаю, где-то штамповали и отрезали чем-то, ну, это, этого дефекта, ну, это, и так на всех звеньях, но этого, в принципе, особо не видно, потому что они в таком положении, в таком-то положении они хорошо выглядят, вот, больше, в принципе, остановим все отлично, замочек работает хорошо, уже одевал, снимал, одевал, вот так он защелкивается, вот сюда, а снимается, на вот эти две кнопочки нажимается и открывается, все работает отлично, я, в принципе, ими доволен, я не ожидал большего от них, я на то и рассчитывал за такую цену, обычные классические часы, ну, и на этом все, ребята, если вам было полезно это видео, тогда делитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал, а также смотрите другие видео на моем канале, пока!